Никита Рязанцев в кузнечном деле уже 11 год. В 17 лет решил попробовать силы в этом ремесле и сразу говорит, нашел себя. Теперь он уже кузнец с именем. Но все так же творчески подходит к своей работе. Нередко сам придумывает и воплощает новые проекты. Причем каждое изделие, по его словам, со своим сакральным смыслом. В принципе, человек, личность его тела и дух, ну душа, как удобно говорить, они как бы с ним неразрывны, единое целое, но душа все равно живет параллельной жизнью. Я хотел бы это показать именно. При определенных ракурсах может сложиться так, что у скульптурки появляется ним. Эти изделия из железа. Особенности ковки металла, говорит мастер, напрямую зависят от его механических и физических свойств. Так, железо считают черным. И куется оно при температуре 1000 градусов по Цельсию. А вот медь гораздо мягче. При работе с ней будет достаточно 800 градусов. Кстати, температуру узнают по накаленному металлу. Светло-вишнево-красный означает, что медь уже готова к наковальне. Первый этап – грубая отковка. Вот, как я сейчас грубо кую это кольцо. Вот, пока непонятно, что это кольцо. Второй этап – это его обработка механическая. То есть, ну, я убираю все заусенцы, которые получились, да, в процессе ковки. Вот, и как-то сглаживаю его, да, делаю так, чтобы его носить было приятно. Такое вот кольцо можно назвать кузнечной бижутерией. После того, как его выковали, изделие нужно отполировать. Ведь только тогда оно приобретет красивый медный оттенок. Изготовление украшений по кузнечной технологии отличается от той, по которой кольца делают ювелиры. Я кую, ну, то есть, вообще, путем пресса, ну, то есть, я кую, как бы, и все, и вытягиваю. А они, наоборот, отливают, то есть, уже в готовую форму. А я делаю форму по ходу пьесы, пока он горячий и металл. Кузнецы рассказывают, изготовление таких изделий – процесс трудоемкий и время затратный. Правда, он всегда оправдывает ожидания. Ведь каждая работа получается уникальной. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».